Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня у нас с вами будет 15 фактов обо мне, которые я уже обещала, наверное, месяца три назад. В общем, совмещенный с мукбанком. Эту идею мне дала моя подписчица, я подумала, почему бы нет. Здесь у нас три рыбки соленые, копченые. Чисто случайно в супермаркете увидела и думаю, почему бы не снять. Подготовила факты о себе, надеюсь, что вам понравится. Сто процентов доем, потому что я просто обожаю все соленое, тем более вот такую вот рыбу, как можно не любить. Я уже три штучки съела. Просто ее долго чистить, вот как раз таки, я думаю, что такое болтологическое видео, как факты о себе, нужно снимать что-то такое. Итак, первый факт обо мне. Я не знаю, я вам говорила или нет, но мой правый глаз видит намного хуже, чем левый. То есть даже мне нужно носить очки. Это дошло до такой степени. У меня астигматизм. Даже одно время я хотела сделать операцию. Видела в Россию из-за этого. Но потом так получилось, что врачи, которые были там, они мне сказали, что нужно оперировать оба глаза. А я это не хотела делать, потому что один из глаз, то есть левый, он видит на сто процентов. И как-то глупо, мне кажется, оперировать второй тоже. Вот, поэтому я это не сделала и думаю, что буду носить очки. Правда, не на мукбанке, но все равно. Обожаю такую соленую рыбку. Обычно это кушают еще и под пиво, но так как я не пью и не советую вам. Поэтому как-то вот так вот. Второй момент. Я похудела на 13 килограмм в свое время. Это было, не помню в каком классе, но давненько, года 4-5 назад. И после этого я склонна к худобе. Раньше было так. Стоило мне хоть чуть-чуть наесться, например, да, вечером. На следующий день на весах я сразу видела, что я поправилась. Сейчас такого нету. Мне врач сказал, что то, что я не поправляюсь, это может быть связано с тем, что у меня очень низкий витамин D. Сейчас я это все дело исправляю. Не знаю, как дальше будет, но скорее всего уже все нормализуется. И я, как и вы, буду поправляться. Не хочется мне этого, конечно, но низкий витамин D это тоже не есть хорошо. Следующий момент. Прямо получается 10 фактов о моем теле. У меня одно из ребрышек. Я сейчас показывать вам не буду. Это прям мой комплекс, можно сказать. Моя боль. Один из ребрышек, он как-то не очень торчит. И одно время это даже было комплексом для меня. Может, вы на видео в инстаграме видели. Я же там танцую. В инстаграме. Вот. Может, вы на видео замечали, и это у меня не с детства. Где-то, наверное, когда мне было 10 лет, я заметила, что одно из ребрышек вот здесь вот начало торчать. Мы пошли, сделали ринген. И мне сказали, что это не из-за того, что у меня недостаточное количество кальция в организме. В общем, вот такой вот еще один минус. сплошной, знаете, обсираловка меня. Какая же вкусная рыбка, ребята. Сейчас все в комментариях напишут, вот с пивом бы пошло. Следующий момент про меня, это мои ногти. Я на протяжении уже 5 лет непрерывно, без никаких перерывов делаю себе ногти. То есть, либо это наращивание, либо это гель-лак. Ну, в общем, я уже давным-давно не хожу с обычным лаком, и мне так больше нравится. И говорят, что лучше делать перерывы, чтобы кожа как бы отдыхала, кожа, ногти отдыхали. Но меня и так все устраивает. С первого курса каждые 3 недели я иду на коррекцию. Во-первых, ногти смотрятся аккуратнее, красивее. Не надо постоянно красить лаком. Не знаю, мне очень нравится эта процедура. Следующий факт. Я ничего не делала себе. Например, что касается пластической хирургии или каких-либо других вмешательств, все свое, все натуральное, пусть не идеальное, пусть не идеально, зато натурально. Вот. Что касается не идеального, иногда меня посещают какие-то мысли что-то себе добавить. например, сделать губки чуть побольше. Но я хочу прям чуть-чуть, прям 0,5 на верхние губки. Нижние, я думаю, пусть остаются такие. Все устраивает. Вот. Но если я буду себе что-то делать, я обязательно буду это снимать, показывать вам. Все-таки это тоже какой-то опыт, стоит, не стоит. Поделюсь своим честным мнением. Какая рыбка. Я, наверное, всю ночь буду воду пить. Я и так сегодня три рыбки съела. А тут еще. Следующий момент про меня. Вы, наверное, это знаете все. У меня есть брат. Его зовут Сархан. Поэтому меня в детстве хотели назвать Ширхан, чтобы как я звучала Сархан и Ширхан. Хорошо, что я родилась девочкой. Я реально рада, что я родилась девочкой. Если бы я родилась бы парнями, я не знаю, я бы все равно бы красилась. Следующий момент. У меня есть какой-то комплекс по поводу моего возраста. У меня 23 года. У меня всегда скрывало свой возраст. Почему у меня такой комплекс? Я вам могу объяснить. когда мне было 15, все почему-то думали, что мне 25. И меня это жутко обижало. Мне не нравилось, что я выгляжу старше своих лет. Жутко бесила. И до сих пор не нравится то, что мне нравится то, что я выгляжу старше. То есть, сейчас, я думаю, что мне можно дать 23 года, но в 15 лет, я уверяю вас, я выглядела вот так же. И жутко обидно было. как же вкусно, ребята. До последнего все доедаю. просто такие соленые и вкусные. Я люблю все соленое и все кислое. Это прям по моей части. Следующий момент про меня это то, что я очень люблю золото. И я даже когда была подростком, покупала себе какие-то ювелирные изделия. я не понимаю, как можно носить опять же, не хочу никого обидеть, но я не понимаю, как можно носить бижутерию кольцо, например. Ты моешь посуду, кольцо темнеет. И вот, если честно, на бижутерию мы тратим не меньше денег чем на золото. Лучше один раз купить на что-то золотое, что-то хорошее. Вот это вот кольцо ношу просто, не снимая. Мою посуду, купаюсь прямо с кольцом. Следующая рыбка. Чувствую я, что я даже не наемся. Вы знаете, столько на отходы уходят, что даже и не наешься. боюсь просто вот эти косточки съесть. Так, следующий момент. Я никогда не была замужем, у меня никогда не было детей и нету, но хотелось бы дочку. Вообще меня просто умиляют девочки, очень нравится. Я не могу сказать, прям я всегда чувствовала себя готовой к семье. Я чувствовала себя готовой, когда мне было лет. Я извиняюсь, это мамочка. перезвоню потом. Не знаю даже, что это за рыба, но на самом деле очень вкусно. Прям не просто так сидеть кушать, как я кушала, а можно даже с пивом или с чем-то. Я помню в детстве, когда мы были 12-13 лет, я считаю это детство. В общем, когда мы были подростками, мы шли и покупали сухарики, а еще покупали кальмары, которые шли к пиву. Мы их просто кушали. Настолько мне нравилось сушеный кальмар. Это просто было самое любимое. здесь у меня даже чай. Вот я вроде ем-ем, но у меня такое ощущение, что я все равно не наедаюсь. Следующий момент. Я была старостой в классе. Здесь молюсь, здесь написала все. Я всегда хорошо училась в школе и даже была старостой в классе. В пятом классе. Точно не припомню. И меня назначили старостой. Не то, что класс решил, что вот она будет нашей старостой. Нет. Просто учительница решила, что я такая твердолюбивая. Не то, что я умная. Я всегда была с очень плохой памятью, но очень старалась. И вы знаете, врачи хотела сказать, учителя всегда замечают, когда ребенок старается. Даже если у вас что-то супер не получается, но вы стараетесь, пытаетесь, учителя обязательно это заметят. как все вкусно, ребята. и последняя рыбка. следующий факт обо мне это то, что вы не догадаетесь никогда в жизни это то, что я люблю покушать и так было с подросткового периода и что-то там мне врачи всякие пишут ой, тебе надо на обследование приходи к нам в клинику сделай нам рекламу ребята, у меня все шикарно я себя замечательно чувствую у меня все просто офигенно не надо мне никаких обследований я всегда много ела когда совсем была ребенком тогда я мало ела но где-то после 12 лет у меня как появился аппетит зверхский, так его и не остановить так хорошо высушили рыбку вкусно очень кстати, так дорого стоили буквально 2 рыбки стоило что-то в районе 3 монат а рыбки совсем небольшие ну я подумала, да ладно главное, чтобы вкусно было так ай, да чуть чуть не поцарапала меня рыбка следующий факт обо мне это то, что я никогда в своей жизни ничего себе не ломала ни руку, ни ногу вот бабушка, кстати ей что-то под 90 и вот она тоже никогда ничего себе не ломала слава богу тьфу-тьфу-тьфу дай бог никогда ничего не сломаю то есть перелома у меня как такового не было один раз, правда, я очень сильно упала с велосипеда в спину как расцарапала и последний факт обо мне это то, что я очень-очень позитивный человек и даже в самой дурацкой ситуации я люблю улыбаться и смотреть как-то позитивно на все это чего и желаю вам я очень надеюсь, что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь всем желаю удачного дня приятного аппетита всем пока